Лето 41-го выдалось жарким. Я еще молодой и наивный 19-летний паренек в то время служил в приграничном стрелковом полку. 22 июня стояла 30-ти градусная жара. Этот день я запомнил навсегда. Конечно, наше командование подозревало о не совсем дружеских намерениях со стороны Третьего рейха, но все равно верили, что Гитлер не станет нарушать пакта Молотова-Риббентропа. Поэтому немецкие бомбардировки и официальное известие о начале войны вызвало у всех шок. Помню, что перед самым маршем в сторону границы на помощь нашим товарищам-пограничникам из дивизии НКВД нас кормили кашей и соленой селедкой. Я тогда подумал, что это армейский идиотизм – кормить нас соленым в жару, когда и так хочется пить. Во время быстрого марша мы, естественно, сильно вспотели. Кто не ел селедку, потел больше, чем тех, кто ел ее по приказу командиров. За весь марш мы опустошили свои фляжки с водой. В бой мы вступили сходу. Никто не подозревал даже, что фашисты смогли прорваться так далеко от границы. Была суматоха. Как оказалось, не все командиры были готовы к настоящим военным действиям. Кто пугался? Кто растерялся? А кто, в отличие от других, отдавал нам команды и приказывал организовывать оборону? Немецкие танки прошли сквозь нас, как нож сквозь масла, и не останавливаясь, двинулись дальше. Командир полка приказал нам отступать. Он понял, что фашисты готовятся окружить наши подразделения. Потери были приличные. О ситуации на границе и в целом на фронте мы не знали. Связь с соседними полками и дивизией отсутствовала. Все приказы наш командир полка отдавал на свой страх и риск. Только после боя я понял, зачем повара в жару давали нам соленую селедку. Оказывается, что из-за нее организм меньше терял влаги и, соответственно, подвергался обезвоживанию. Соль задерживала воду, поэтому те, кто не стал есть селедку, посчитав это глупостью, были вымотаны не только морально, но и физически. Уже в будущем я понял, что устав писали не дураки, и в армии все продумано. Каждая страница, каждый абзац основывался на конкретном случае. Если в отряде был опытный командир и железная дисциплина, то мы побеждали противника, несмотря на его преимущества. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok